К нам присоединяется Денис Попович, военный обозреватель. Доброе утро, если, конечно, так можно сказать, Денис. Ну, громкое, скорее, утро. Очень громкое. Кстати, вот если уж говорить об обстрелах российских, которые прямо сейчас происходят в Украине, напомню нашим зрителям, так вот, есть сообщения от, ну, по крайней мере, предупреждают воздушные силы вооруженных сил Украины о том, что крылатая ракета уже даже двигается в сторону границы с Польшей. И вот интересно, Денис, возможно ли создать с Польшей совместные противовоздушные обороны? Кстати, даже в начале февраля был опрос среди поляков, и действительно почти 70 граждан Польши считают, что Варшава должна инициировать переговоры с НАТО и Украиной о расширении противовоздушной обороны на приграничную украинскую территорию. Тут важно отметить, чтобы иметь возможность сбивать российские ракеты или дроны, которые летят в сторону Польши. Как считаете, насколько реалистичное такое предложение? Ну, предложение может быть любым. Здесь важно политическое решение. Если оно будет принято, да, почему бы и нет? Можно создать совместную систему обороны и сбивать российские ракеты на подходе к границам с Польшей, в радиусе действия систем ПВО, которые будут работать, очевидно, с польской территорией. Они будут накрывать полоску область, скорее всего, и таким образом сбивать ракеты. Только политическое решение. Будет ли оно принято, когда оно будет принято, при каких обстоятельствах, вследствие чего, это уже тут можно как угодно об этом говорить. А вот для уточнения, насколько это помогло бы хотя бы защитить Запад Украины, и насколько, в принципе, это политическое решение, чего зависит, и чего его до сих пор не принимают, это зависит от того, чтобы не включилась Польша, как страна НАТО, в войну между Россией и Украиной, или от чего это зависит? Это те же красные линии, которые боятся перешагнуть? Ну да, одно дело, если российские ракеты или ракеты какого-либо другого государства окажутся или залетят случайно на территорию Польши, и польское ПВО их собьет. Ну, мы сейчас говорим о российских ракетах, прежде всего. Больше же никто не стреляет в нашем регионе, кроме россиян, по территории Украины. То это одно. А если польское ПВО будет сбивать российские ракеты на территории Украины, ну, это уже может быть расценено как вступление от страны НАТО в войну. Уже непосредственно на стороне Украины. Это, конечно, должно пройти какие-то консультации на уровне Альянса. Почему? Потому что одно дело, когда нападают на Альянс, в данном случае, да, то есть недружественным актом можно расценить появление российских ракет на польской территории. Другое дело, когда уже поляки начинают запускать ракеты, которые будут сбивать российские крылаты ракет на территории Украины. То есть здесь нужно политическое решение. Это вторая часть вашего вопроса. Первая часть вашего вопроса заключается в том, как это поможет. Ну, теоретически это, если поляки возьмут на себя, снова-таки теоретически, гипотически, мы эту вероятность рассматриваем, если поляки возьмут на себя обязанность прикрытия Львовской области, да, как минимум, то теоретически мы можем перестянуть те ЗРК, которые защищают Львовскую область, на какое-то другое направление, которое защищем критически. Но тут мы просто полагаемся полностью на возможности наших партнеров. Но я не думаю, что на это наше командование пойдет, даже в условиях нехватки систем ПВО. В Львовской области атакуют и так часто, надо признать. Хотя и атакуют. Сейчас буквально российские ракеты фиксируются на пути к Львовской области. Но так или иначе, все равно я думаю, что наше командование воздушных сил не хотелось бы полностью полагаться на возможности наших партнеров. Не потому, что мы им не доверяем, а просто потому, что хотелось бы самостоятельно владеть ситуацией. Особенно в такой чувствительной сфере, как система противовозвучного оборота. Ну тут тоже буквально уточнение. Такая же ситуация была и с Румынией. Учитывая то, что очень Украине не помешало бы защитить свои зерновые хранилища. Ну и вот, как оказалось буквально недавно, да, эта новость появилась о том, что вот в интервью румынской службы радио Свобода начальник штаба обороны Румынии генерал Георгий Цевлад сообщил, что сбивать залетевшие на ее территорию российские дроны Румыния не может. Не только из-за того, что не имеет необходимых для этого зенитных систем, но и из-за отсутствия соответствующего законодательства. Вот даже какие есть у наших западных партнеров проблемы еще и законодательства. Они не могут на своей территории сбивать вражеские дроны, оказывается. Ну, я не знаю, тут есть у вас что прокомментировать, и что с этим можно было бы сделать, и с кем скооперироваться, хотя бы защищать юг Украины. Как мы видим, здесь даже вот такие есть проблемы. Мне сложно анализировать особенности румынского законодательства. Если не утверждают, что их законы не позволяют сбивать дроны, как воздушные цели, ну, наверное, что нужно будет сделать с этим законом. Почему? Потому что если на них будет участвовать реальное нападение, то ставится под сомнение эффективность системы ПВО Румынии из-за недостатков местного законодательства. Ну, это мое предположение. Я никак не могу судить о том, как работает румынская законодательная система. Надо дополнительно этот вопрос сучить, конечно же. Ну, и возвращаясь, конечно же, к тому, что происходит непосредственно на поле боя в Украине, 714, уже день полномасштабной войны, мы переживаем вместе с вами. И вот до 2500 снарядов и ракет ежедневно выпускает Россия по Донецкой области. О сильных обстрелах рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. И, по его словам, неделю назад из-за российских обстрелов остановили Кураховскую ТЭС. Она была одним из немногих оставшихся в регионе крупных источников генерации электроэнергии. Как вы считаете, Денис, почему сейчас враг активно переключился на Донецкую область, учитывая, что буквально недавно под обстрелами оказывался Харьков? Какие цели преследует Российская Федерация? Ну, на мой взгляд, все очень просто. Сейчас фокус внимания перемещается под Авдеевку постепенно. Ну, Курахов — это не Авдеевка, вы упоминали о Кураховской ТЭС, это Маринка, да, это в той стороне. Но фокус внимания сейчас переключается на Авдеевку, которую Российская Федерация, очевидно, поставила... Ну, не поставила, она и раньше ставила такую задачу, но сейчас она прилагает максимум усилий для того, чтобы попытаться завершить окружение Авдеевки и вытащить оттуда наши войска для того, чтобы получить там победу. И именно этим, очевидно, и обусловлено увеличение количества обстрелов. То есть это ужесточение боев на этом направлении, надеясь, по участке фронта. Ну, а касательно самих ракет, мы понимаем, что сейчас кооперировалась Российская Федерация с КНДР. Как вы считаете, насколько они благодаря КНДР пополняют свои запасы, скажем так? Что можно здесь добавить? Ну, здесь можно добавить только то, что по открытым источникам миллион снарядов КНДР уже переправило, еще миллион готовится, если уже не переправляется. Вот и основной источник, зарубежный источник пополнения снарядов для Российской Федерации. И это, очевидно, не только снаряды, по всей видимости, там идут переговоры о баллистических ракетах. В ответ Российская Федерация помогает Северной Кореей технологиями, недавно была информация о том, что не только технологии идут в Северную Корею, там еще Российская Федерация пытается открыть доступ к НДР на финансовые рынки. То есть все широкое, всеобъемлющее сотрудничество между Российской Федерацией и НДР, которое продолжается, которое, очевидно, будет развиваться. Я многократно говорил о том, что Северная Корея — это проблема. Вот проблема, да, то есть там, когда только сотрудничество зарождалось, там многие к этому скептически относились, но я утверждал, что это проблема, и сейчас это, в общем-то, выходит на серьезный уровень. Что с этим можно сделать со стороны Украины? Вряд ли Украина может помешать этому напрямую. Тут только переговоры с партнерами. Только на технологическом уровне это может быть сделано. Может быть сделано. Каким образом? Очевидно, через Китай. Других путей лично я не вижу. Сложности, конечно же, и еще с Китаем, но, тем не менее, как многие аналитики, экономисты говорят о том, что вот эта военная оборонка и сотрудничество с Российской Федерацией даже начинает поднимать экономику КНДР, и она даже предположительно будет расти, но в каких количествах это такое уже будем наблюдать, как говорится. Но давайте еще посмотрим, что испытывает Украина от этих артиллерийских снарядов с КНДР. Вот Россия, как минимум, 9 раз запускала ракеты КНДР по территории Украины. Об этом заявил заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета безопасности. Вот отметил, что поставки оружия сбоку Северной Кореи являются незаконными, и потенциальная передача технологий из России в КНДР подрывает региональную стабильность и нарушает многие резолюции Совета безопасности ООН. Представитель США отметил, что Россия и Северная Корея должны понести ответственность за свои действия. В то же время Роберт Вуд отметил, что в таких условиях Украина продолжает искать путь к справедливому и прочному миру. Возможно, вы владеете какой-то информацией о том, что это за снаряды. Все ли они в хорошем качестве, скажем так, все ли они взрываются. Потому что поначалу мы тоже слышали с фронтов о том, что эти снаряды некачественные, они не разрываются. Но как сейчас наладилось ли, возможно, производство в КНДР и стали они более качественными? Ну, давайте мы уточним, о чем мы сейчас будем разговаривать. О баллистических ракетах или о снарядах? Баллистические ракеты в любом случае нужно сбивать. Ну, их в любом случае нужно сбивать. Качественные ли они или нет. То есть вопрос в том, насколько они будут точными, да, то есть он в этом заключается. Но, как мы понимаем, никто не будет испытывать их на точность, никто не будет выяснять, в каком радиусе они будут поражать те цели, которые для них намечены. Их нужно сбивать. А баллистика сбивается только специальными системами противовоздушной обороны, способными перехватывать скоростные цели. К большому сожалению, у нас таких систем не очень много. Но те, которые у нас на речи, тех, очевидно, избивали, эти ракеты. Судя по всему, сотрудничество только разворачивается, этих ракет не очень много. Ну вот, если верить сообщениям из США. Но откуда мы знаем, сколько ракет было переправлено? То есть в любом случае, в любом случае, это вопрос системы противовоздушной обороны. Что касается снарядов, как я уже говорил, они переправляются в большом количестве. Была информация о том, что они некачественные. Была информация о том, что некачественные пороха, их неравное количество порохов в этих снарядах. Из-за чего невозможно рассчитать баллистику. Невозможно рассчитать, как они полетят. Что они поразят, в каком радиусе. Не разрывут ли они ствол орудия. То есть были многочисленные жалобы о том, что северокорейские снаряды разрывают ствол орудия. Почему они настолько некачественные? Проблема, очевидно, заключается в том, что экономика в КНДР по большей части советская. Что такое советская экономика? Унес, украл, продал. То есть не с уны. За качеством контроль, очевидно, осуществляется не очень плотно и не очень активно. Однако, если из миллиона снарядов 100 тысяч разорвало, 100 тысяч прилетело в какую сторону, какое-то количество разорвало ствол, но какое-то количество все равно прилетело. Мы же прекрасно понимаем. Если они прилетели, то они свой эффект доказали. И в том месте, где они разорвались, очень трудно доказывать о том, что они некачественные и что они сделаны плохо. Они свой ущерб принесли. Поэтому хочу еще раз повторить, в любом количестве северокорейское оружие это проблема. Ну и вот если вспомнить также слова Кирилла Буданова, начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины, он говорит, что страна-агрессор, Россия, будет договариваться с КНДР об увеличении поставок оружия для ведения войны против Украины. В частности, конечно же, и артиллерийских боеприпасов. И тоже оказывается, что их у них много. И, мало того, он даже так подчеркнул, что они работают гораздо эффективнее и больше, чем россияне. Человеческий ресурс там серьезный, и поэтому увеличение поставок, прежде всего, артиллерийского вооружения точно будет. То есть, получается, мы возвращаемся к тому, что надо разговаривать с Китаем, потому что другого влияния на КНДР, получается, нет. А как это будет ощущаться на поле боя? Насколько это увеличение возможно? Можно предположить вообще? Или это пока загадочные цифры? Ну, конечно, будет ощущаться. Если еще миллион перебросят в условиях ситуации, что мы как раз сейчас испытываем снарядный голод. Он обусловлен тем, что наши партнеры сократили нам помощь. Это ситуация в США, в которой он же чисто безвыборный характер. И она блокирует поставку нам боеприпасов и срочной военной помощи. И как долго она будет блокироваться, никто не знает. Сейчас очень сложно предполагать, чем эта ситуация в США закончится. То, конечно, это будет ощущаться на поле боя. И речи быть не может другому. Поэтому нужно быть к этому готовым. К счастью, Европа сейчас просыпается. Они там много говорят о том, что нужно увеличивать нам поставки беприпасов. Будем надеяться, что вопрос будет решаться быстрее. Нам нужно своим ВПК тоже его развивать и раскручивать. А что касается Северной Кореи, мне, опять-таки, я совершенно не удивлен тем фактом, что у них этих снарядов много. Почему? Потому что не обращали внимания на свою военную промышленность. Даже за счет гражданского сектора. И прежде всего за счет гражданского сектора они это делали. А почему они обращали внимания на свою военную промышленность? Потому что у них война с нужной Кореей формально не закончилась. 70 лет назад прозвучал последний выстрел. Войны в Корее нанесена линия развлечения, и мирного договора нет, как такового, между этими двумя государствами. Поэтому Северная Корея постоянно готовилась к войне. У них достаточный запас арсенал. У них очень обширная номенклатура телевизорского вооружения, очень обширная номенклатура реактивных систем залпового огня. Они развивают свои ракетные технологии. Поэтому совершенно удивительно, что у них довольно защитный арсенал. Ну вот, что печально о том, что враг-то знает, да, возможностях Запада, потому что это все открытые данные о том, что миллиона снарядов, боеприпасов, да, как обещалось, к сожалению, к марту не будет. Будет в лучшем случае 600 тысяч. Вот. Ну, а как вы считаете, действительно, может ли, в принципе, снаряды, их количество и, ну, естественно, применение повлиять на ход войны и на, возможно, даже линию фронта? Ну, конечно, безусловно, может и уже влияет. Ну, то есть очень простой пример. Например, Марин. Почему оттуда вышли? Потому что снесли все, что находится на дуруне моря. То есть в пыль, в щебель этот город выбили с помощью артиллерии. И наши бойцы стали перед ситуацией, что просто нечего зацепиться. И были вынуждены отступить. Почему? Потому что находиться на открытом месте по снарядам, ну, удовольствие в кавычках очень-очень-очень и очень ниже среднего, да. То есть я же пытаюсь уже эйфемизм использовать. И вот так вот враги действуют. То есть с помощью артиллерии разрывают укрепления, сносят их в щебень, сносят их в пыль строительную, тем самым вынуждая наших бойцов отступать. И таким образом он занимает новые позиции и новые территории. Медленно занимает, по 100 метров, по 200 метров отбрезает их. Но тем не менее занимает. Вот это вот так вот влияет на линию фронта. Не глобально, но влияет. То есть и те бойцы, которые находятся под этим градом снарядов, но они об этом и говорят. Что численность и огневой вал, огневая мощь, она решает на ряде участков фронта ситуацию в пользу российской армии. Сейчас мы пытаемся это дело нивелировать дронами, широким использованием дронов. Но дроны в полной мере, конечно же, артиллерию заменить не могут. Ну вот, собственно, с чего мы и начинали наш с вами разговор, что на севере Украины украинские военные ежедневно обустраивают оборонительные рубежи и позиции. Что происходит, конечно же, на востоке, юге? Возможно ли какие-то серьезные рубежи и позиции обустраивать в условиях, постоянно движущихся и в военных действиях в том числе? И также давайте вспомним того же Кирилла Буданова, который говорил, что так называемое наступление или желание наступать Российской Федерации, российских войск до весны, которые они пытаются, конечно же, до выборов президента так называемых Российской Федерации вести и какие-то, возможно, получить хоть пару сантиметров украинской земли. Но они-то выдохнутся к весне. У вас какие прогнозы, видения того, что происходит на фронте? И где, возможно, вы видите юг, восток, больше вероятности того, что они просто выдохнутся? Ну, они выдохнутся, безусловно, потому что невозможно наступать в одинаковом темпе постоянно. Здесь я с Кириллом Будановом полностью согласен, я об этом и раньше говорил. Когда-то случится к весне, через неделю, через две, через месяц у детей трудно. Но в любом случае это произойдет, потому что потери, которые они несут, ну, они принесут свои последствия, принесут свой эффект. Вполне возможно, оперативная пауза произойдет, когда они добьются хоть какой-то победы. Ну, например, мы, конечно, рассчитываем, что того не случится, но предположим, в случае их успешных действий в районе Авдеевики, например. Да, они там, на том участке фронта, создадут оперативную паузу и остановятся для того, чтобы пополнить, перекрупироваться и попытаться где-то еще наступать. Я не думаю, что будут какие-то новые участки их наступления. Очевидно, они будут давить там, где сейчас и давят, и в тех местах, где сейчас что-то происходит. Авдеевка, Донецкий фронт, то есть Маринка, там, в сторону Курахова или в сторону Глидара. Южный участок, Запорожская область, где там будут пытаться отвоевать те позиции, которые они потеряли летом прошлого года вследствие наших наступательных действий. Лимоно-Кутминское направление, вот Бахмутское направление, вот там, очевидно, будут их дальнейшие наступательные попытки продолжаться. Успеем ли мы дело сделать вредительную линию, сказать трудно, но то, что мы ее делаем в Донецкой области, на это есть достаточно твердые свидетельства. То есть это уже происходит с нашей стороны. Как быстро, мне сейчас очень сложно. Спасибо вам большое, Денис. Буквально тут добавлю, что Польша подняла в воздух авиацию из-за ракетного обстрела России территории Украины. Об этом сообщает польское оперативное командование в сети ИКС. Спасибо вам большое. Напомню, нашим зрителям Денис Попович, военно-обозреватель, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.